Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас необычное видео. У меня в руках ваши вопросы, которые вы нам задавали под нашими видео. И сегодня мы зададим их практику с 25-летним опытом ведения бизнеса. Кстати, мы находимся в одном из его предприятий, которые он успешно поставил, развил. Вот вы можете посмотреть здесь колл-центр. Посмотрите, пожалуйста. Дело в том, что работают уважаемые обработчики звонков, операторы колл-центра. Пойдемте дальше, посмотрим, как устроена компания и заглянем в ту самую дверь. Отдел маркетинга, отдел продаж. Вот так устроена вся компания, все 7 отделов. Именно эта схема позволяет компании быть наиболее эффективной и легко управлять ей вон оттуда. Собственно, один из важнейших элементов – это отслеживать все статистики. Здесь любой член команды, любой сотрудник может зайти и посмотреть, сколько получает гендиректор, насколько в целом выросла компания. И это создает открытость, это дает возможность доверять компании и знать, что она тебя не подведет. И, кроме того, разумеется, успешно ей управлять, потому что видно все цифры. А когда видно цифры, нет возможности обмануть, нет возможности на словах что-то передать. Вы видите цифры, вы контролируете процесс. Но не будем долго на этом останавливаться. Пойдемте заглянем к собственнику. Итак, поднимаемся в отдел управления. Неспроста он так называется, и неспроста здесь на пути директора. Отдел персонала и направления. Заметьте, у каждой должности четко обозначена цель. То есть продукт ее жизнедеятельности. Зачем она существует для этой компании. Здесь вы можете найти награды, среди которых бизнес-дона. Дело в том, что наш уважаемый практик, он предприниматель года в области товаров и услуг. То есть для того, чтобы вы понимали масштаб компании, масштаб личности, ему доверяют такие клиенты, как Beeline, Hyundai, Spark Internet, гостиница Max, Kassir.ru и так далее. Вот здесь написано, что за месяц колл-центр может сделать 1 миллион 100 тысяч звонков. Это внутренняя газета компании. По тем статистикам, которые мы видели внизу. Но давайте же заглянем, собственно, в ту дверь, в которую никому нельзя заходить. Так, Олег Владимирович, наши теле-видеозрители. Здравствуйте. Олег Владимирович Иван Чихин, хозяин, основатель, создатель, развиватель технологии контакта. Итак, сегодня у нас есть уникальная возможность заглянуть за плечо в практику. Давайте же зададим те самые вопросы, которые вы адресовали ему. Ну, и так, с вашего позволения, вопрос задавала Ирина. Много ли вы времени тратите на бизнес? И если немного, то как таким бизнесом управлять? То есть вы уехали учиться или уехали отдыхать? Как с этим быть? Ну, если посмотреть на это с точки зрения управления, это как управление любым транспортным средством. Да, то есть вот у вас есть машина. Да, если у вас в машине нет спидометра, тахометра, показателя, сколько масла осталось, или там, сколько бензина в баке, то вам очень сложно ехать по дороге, потому что вы не знаете, с какой скорости вы едете, когда у вас сломается машина. Да, для того, чтобы вы ехали нормально, у вас должен быть спидометра. Ну, как минимум. Вот, поэтому припятие это та же самая машина, которой нужно управлять. Для того, чтобы можно было тратить на это минимум времени, нужно иметь какие-то показатели, то есть какую-то таблицу, я не знаю, там, табло, на котором бы отражались показатели в реальном времени. Сколько у вас уходит? По большому счету, на реальное управление уходит где-то около 3-4 часов в неделю. В неделю? Да. Но до этого я тратил на это где-то около 2-3 дней, в неделю. Это было до того, как мы ввели систему финансового планирования. И после того, как мы уже распределили все финансы, тогда у меня на это уходит несколько часов в неделю. Ну, я думаю, мы подробнее еще в полной версии расскажем. Следующий вопрос. Задала его Саша Саша. Вот так и подписалась Саша Саша. Как, получив определенный результат, сделать его стабильным и в то же время не довольствоваться этой стабильностью, а продолжать развиваться? Ну, какой-нибудь такой блиц-ответ коротенький? Ну, здесь на самом деле короткого ответа не получится, потому что по определению собственник – это создатель. Но человек, который создает, он же и разрушает свой бизнес. Поэтому самым важным фактором, и вот как раз сейчас я нахожусь в этой стадии, нужно снять с себя бразды оперативного управления. Потому что, находясь внутри рутины и являясь творцом собственной компании, вам все время хочется ее улучшать. Но это до хорошего не доводит. То есть нужно себя где-то остановить и поставить человека на свое место, который бы управлял этой компанией. И передать ему эти инструменты, то есть те инструменты, которыми нужно управлять. И контролировать. Понял. Виталий спрашивает, как имея такой огромный опыт за плечами, что бы вы сделали иначе? Какие бы ошибки, может быть, не совершали? Что, наоборот, сделали бы раньше? Вопрос такой, с подвохом. Все мы знаем, что кроме как на ошибках, никто не учится. И как раз прелесть ошибки заключается в том, что ошибка – это и есть знание. Потому что академические знания, которые мы получаем в университетах, получаем еще в каких-то школах, они бесполезны. Бесполезны, потому что нет никакого практического подтверждения. До того, как мы засунули пальцы в розетку, мы не знали, что нас там ударят током с такой силой, что мы больше не захотим этого делать. То же самое и в бизнесе. Вы все равно будете ломать копья, вы все равно будете наступать на одну и ту же самую швабру. Наверное, основной принцип, чтобы не совершать ошибок – это нужно находиться постоянно в практическом применении. То есть вы получаете какие-то знания в сфере бизнеса, затем вы эти знания пробуете, получаете по голове за короткий какой-то период и уже потом не повторяете. Или наоборот, вы делаете какое-то действие, получаете результат и потом его усиливаете. С учетом на предыдущем. Да. Вообще вся соль бизнеса состоит в том, чтобы получать практический опыт и отметать то, что не успешно, и усиливать то, что успешно. Вот в этом и заключается весь бизнес. Есть такая очень хорошая фраза, я ее очень люблю, звучит она так. Самое большое в мире заблуждение и глупость – делать каждый день одни и те же самые вещи в надежде получить другой результат. Это относится и к бизнесу, это относится и к статусу самого человека. Я часто встречал людей, которые хотят чего-то в жизни добиться, при этом жизнь у них течет так же, как она текла раньше. Он ходит с друзьями каждый вечер пить пиво, он не пропускает ни одного футбольного матча, но мечтает в жизни стать, не знаю, старым Ходорковским, я имею в виду с точки зрения финансов. Спасибо большое за это, блиц интервью. Пожалуйста. Ну а мы переходим дальше. Ну что ж, дорогие друзья, я надеюсь, мы ответили хотя бы на часть ваших вопросов, остальное ждет вас позже. А задание на завтрашний день очень простое. Вам нужно сделать один маленький шаг, зафиналить его, закончить этот маленький шаг для развития своего бизнеса. Пусть то будет высвобождение свободного времени, пусть то будет дополнительная прибыль. Главное, чтобы вы сделали законченный шаг. Пока не важно, каким он будет. Пока важно начать, важно перейти к практике. А завтра Олег Владимирович расскажет вам уже какие шаги конкретно нужно делать, для того, чтобы ваш бизнес быстро рос и развивался. До новых встреч, друзья. Всего доброго. Пока.